Доброе утро, коллеги! Боюсь, что я еще более неприятные вещи скажу, чем Анна Сергеевна. Но я хочу обратить внимание на то, что говорили предыдущие наши докладчики, руководители. Дмитрий Владимирович говорил о трудности заказа и закупок препаратов. Светлана Анатольевна и Татьяна Юрьевна с воодушевлением рассказывали, какие у нас новые препараты и схемы появились в нашей жизни, в нашей онкологической практике. Их огромное количество появилось. Я только хочу обратить внимание, что это данные клинических исследований. Меня на самом деле поразили слова, когда Алексей Михайлович в самом начале сказал, насколько мы все разношерстны. Мы действительно все очень разные. Страна огромная, и мы все разношерстны. Поэтому сегодня моя презентация будет посвящена именно этому. Но вначале я бы хотела пару слайдов для голосования. Я напомню, что можно выйти на страницы. Там есть у нас возможность голосования. Если можно, первый слайд на голосование. Выходит? Любимый вопрос сегодня в нашей стране. Защищают ли маски от заражения COVID-19? И два варианта ответа. Да или нет? Я думаю, достаточно. И ответы, пожалуйста. Отлично. Спасибо. И второй слайд, пожалуйста. Второй вопрос. Как вы думаете, при назначении какой терапии больше всего допускаются ошибки нашими врачами? При назначении именно специальной противопухолевой терапии, либо сопроводительной терапии? И ответы, пожалуйста. Окей. Спасибо большое. И я тогда, с вашего позволения, продолжу. Ну вот, я обычно отвечаю на этот вопрос, помогают ли маски. Помогают, если пользоваться ими правильно. То есть, если мы вовремя их меняем, если мы их берем за ушки, да? Если мы не хватаем их руками и не носим их на подбородке. И я хочу сказать, что и химиотерапия, и противоопухолевая терапия, на мой взгляд, работает точно так же. Если мы правильно ее используем. Если мы ее используем именно так, как прописано в наших протоколах клинических исследований. Я хочу сослаться на статью, опубликованную в журнале Lancet в 2018 году, где был проведен анализ работы зарубежных всевозможных клиник, неороссийских. И были сделаны некоторые выводы. Несмотря на то, что химиотерапия, вроде как, считается у нас достаточно хорошо отработанный метод лечения, ошибки в ее проведении очень часто приносят риск вреда пациенту. Посмотрите, посчитано, что ошибки при проведении химиотерапии возникают с частотой от 1 до 4 на 1000 назначений, воздействуют до 3% взрослых пациентов и пациентов детского возраста и возникают на любых стадиях процесса применения препарата. Но и прием пероральных противоопухолевых препаратов – это особая область высокого риска ошибок. Я хочу обратить внимание, что у нас современные препараты в основном все идут пероральные, и пациенты находятся дома, длительно и дома. Обнаружены ошибки в написании в процедурных листах в 3% случаев, и при мультивариабельном, например, анализе ошибки при назначениях наиболее часто наблюдались в процедурных листах, где было 3 и более агента химиотерапевтических. В другом исследовании французской университетской клиники в более чем 5% случаев процедурные листы содержали ошибки не менее одной ошибки, и почти половина ошибок была связана с неполным назначением, а почти в половине процентах случаев, в 41% случаев, с ошибкой в дозе. 22 тысячи с лишним химиотерапевтических процедурных листов в немецкой университетской клинике. Ошибки химиотерапии чаще встречались среди стационарных, чем среди амбулаторных листов назначений. И ошибки делаются, к сожалению, возникают на всех этапах использования лекарственных препаратов, и поскольку исследования различаются по определению ошибки, то связанные с ними меры, результаты невозможно согласовать, то есть просто всевозможные ошибки. Но, тем не менее, доказательства предполагают, что онкологическая помощь может быть более безопасной, чем ожидалось, по крайней мере, в нескольких университетских клиниках и референсных центрах, которые были изучены на сегодняшний день. Теперь давайте поговорим, что в нашей стране. Мы все... Вообще-то врач работает на результат, да, то есть мы стремимся хороший результат получить, но я все чаще слышу, к сожалению, из уст разных врачей, а нас не оштрафуют. Давайте теперь... То есть как-то у нас пациент на задний план ушел, мы больше стали переживать, будут ли нас штрафовать за то, что мы делаем. Я сейчас попытаюсь показать о том, чтобы нам... Что нам делать или что мы делаем, чтобы не навредить пациенту, и чтобы не получить... И где мы сами себя подставляем под штрафы. Итак, это слайд из обучения по оргздраву. Поэтому я хочу напомнить, что первичной медицинской документацией у нас является карта медицинского... Стационарная карта медицинская, амбулаторная карта, ну и там, да, и так далее, роженицы и так далее. То есть к нам с вами имеют отношение вот эти вот первые два пункта. И оттуда же, из этого же обучения, медицинская документация является неотъемлемой частью медицинской услуги. Соответственно, некачественное оформление медицинской документации может быть признано судом нарушением установленного порядка оказания медицинской услуги и требованием качества оказания такой услуги. То есть просто само по себе оформление медицинской документации судом признается как некачественное оказание медицинской помощи или услуги. Я хочу сказать, что обратить внимание на то, что у нас, по сути дела, нет какого-то единого стандарта. Мы все по-разному описываем истории болезни. Все только внешне очень стандартно. На самом деле, вот смотрите, даже рост, вес мы пишем все в разных местах. Рост, вес, поверхность тела. Кто-то на титульном листе, кто-то в середине текста. История болезни у нас, как правило, огромная, толстая, ну потому что если пациент лечится долго и так далее. А теперь давайте посмотрим на несколько листов назначения или процедурных листов из разных регионов нашей страны. Например, вот мы капаем трабектидин. Дальше почему-то после трабектидина мы назначаем априпетант. Я хочу напомнить, да, априпетант. Причем в дозе одна таблетка один раз в день. Мало того, что режим неправильный назначается почему-то после трабектидина, так еще и априпетант относится к лечению в высокометагенных режимах химиотерапии. А трабектидин – это вообще умеренно метагенный препарат. К чему это приводит? Ну, здесь такой сам на себя напрашивается штраф. Пожалуйста, необоснованное назначение лекарственных препаратов, одновременное назначение нескольких и так далее, или приводит, например, к удорожанию и оказанию медицинской помощи. То есть мы необоснованно назначили препарат, больному помощи не оказали, а еще и на штраф нарвались. Дальше. Лист назначений. Ну, я вот там один, одно назначение внизу – это карбоплотин. И я очень надеюсь, что наверху не цисплотин одновременно капается. Значит, даже если… Я так и не догадалась, что это за препарат. Иперимумаб, цисплотин – не знаю. Но хорошо. Даже если мы смотрим на карбоплотин, карбоплотин АУК от 4 и больше – это уже высокая метагенная химиотерапия. Я хочу сказать, что вот здесь-то как раз входит эприпетант в режиме. Он не назначен. Да еще если дальше, что мы любим делать, почему-то дальше в дневниках мы пишем, что у пациента день за днем продолжается тошнота и рвота, то мы с вами точно сами себе подписали, что мы неправильно ввели, не до лечили пациента, неправильно назначили противорвотную терапию и вызвали у него осложнения, такие как тошнота и рвота. Мы совершенно не смотрим, к сожалению, на примедикацию. Я не сфотографировала на тот момент, но я увидела цитоксимаб без примедикации. Когда первый раз рассказала о таком нарушении, после конференции ко мне подскочила представитель компании МЕРК и говорит, слушайте, а мы в один из регионов ездили на смерть больного. Оказалось, что примедикации не проводили. Дальше. У нас огромное количество иммунотерапии. Хорошо, пожалуйста, вот пембролизумаб и почему-то дексаметазон до химиотерапии. Ипилимумаб, неволумаб, ну, мало того, что прямо концентрат ведом вводится, я так понимаю, без растворителя, и тоже перед ним вводится дексаметазон. Если почитать внимательные инструкции, то все три препарата не рекомендуется вводить глюкокортикостероиды в связи с возможным взаимодействием фармакологическим. Длительность введения препаратов. Никто не обращает внимания. Либо вообще не пишут, либо пишем, что мы пишем. Эрибулин. Один час. В инструкции написано, что в течение двух-пяти минут вводится препарат. Паклитаксел. Давно уже работаем. Прекрасно написано. Растворитель, длительность введения. Только почему-то примедикация, которая должна быть перед Паклитакселом вводится, По крайней мере, так написано. Сестра ведь должна выполнить то, что мы назначаем. То есть она ввела Паклитаксел, потом Рамуцрумаб, а потом уже сделала примедикацию, которая должна была пройти после Паклитаксела. Перед Паклитакселом. Еще одна прямо целая схема. Доксорубицин, блеомицин, винбластин, докорбазин. И все вводится 1 час, час 2, все 4 препарата. Но я хочу напомнить, что доксорубицин вводится вообще струйно в течение капельного введения препарата, растворителя. Блеомицин, пожалуйста, 5-10 минут, винбластин 1-2 минуты, но никак не 1, не 2 часа. Докорбазин в зависимости от дозы тоже вводится разное количество времени, но точно не 2 часа. Мы очень часто не пишем растворитель. Но если пишем, посмотрите, что здесь написано. Оксалиплатин. Дальше растворяем солюцию натрий хлор 0,9%. В инструкции оксалиплатина написано, при приготовлении и введении оксалиплатина нельзя использовать иглы и другое оборудование, содержащее алюминий, не растворять 0,9% раствором хлорида натрия. Мы почему-то не умеем считать дозы. Вот здесь в обвесном авикризе это позит 100 мг на метр квадратный. Введено 100 мг. То есть доктор явно не понимает разницу между метр квадратный и метр введенный. Вот это не срабатывает в левом углу. Лист назначений, где написано там оксалиплатин в вену, лейковарин. Это вообще порошок в вену, вторурацил в вену. Это из истории судебно-медицинской экспертизы. Вон там внизу лист процедурный. Вообще отчетливо они в упор пишут. Доксорубицин, порошок, в скобках, порошок, внутривенно-капельно. Циклофосфан, порошок, внутривенно-капельно. Мы совершенно не обращаем внимания на последовательность введения препаратов. Кто-нибудь обращал внимание, что в инструкциях прописано, какой препарат за каким следует вводить. Мы совершенно не обращаем внимания на условия разведения препаратов. Темсиролимус вообще должен в темной процедурной, например, растворяться. Дорогущий препарат. Вроде как все мы рисованием занимались, пусть на каком-то уровне. Мы знаем, что смешивая краски мы можем получить совершенно другой цвет. И смешивая химические соединения мы получаем совершенно другие химические соединения. Не те, которые предполагались. Так вот, возвращаясь к этой же статье, вы совершенно правильно ответили на вопрос. И в исследованиях было показано, что наиболее высокая частота ошибок связана с нехимиотерапевтическими препаратами, чем с противоопухолевыми препаратами. В письменной анкете, заполненной 14 взрослыми амбулаторными пациентами, пролеченных по поводу солиных опухолей в канадском онкоцентре, выявили 240 потенциально лекарственных взаимодействий у 27% пациентов. То есть они же получают сразу много препаратов. Мы кто-нибудь интересуемся, чем еще пациент лечится, прежде чем назначили препараты. В нашем рекомендациях русско-четко прописано, что не следует вводить в дни проведения химиотерапии, не следует вводить препараты железа. Другое дело, появляются новые исследования, но об этом тоже нужно прописывать. Всегда нужно задуматься, когда ты проводишь противоопухолевое лечение, какой еще препарат ты в этот момент пациенту даешь. Есть препараты, во время приема которых гриппшрутовый сок и гриппшруты нельзя принимать. Вся страна одновременно капает цисплатин и флоросемид. Хорошо, если флоросемид после цисплатина. Ну, вот здесь флоросемид в 11 часов, цисплатин в 11 часов, а в описном эпикризе три истории подряд написано осложнение-нефротоксичность. А там вообще цисплатин, а дальше следом тоже ввели лазикс. Это разные регионы. Мы вводим карбоплотин, бевоцезумаб, а затем еще два дня подряд, смотрите, вводим тавигил, что там, панангил, флоросемид и рибоксин. То есть все, что ввели, химию какую ввели, все на следующий день вывели из пациента, на второй, на третий день. Флоросемид, дальше мы вводим карбоплотин. Почему-то у нас, вот карбоплотин мы пытаемся назначить, а перед ним пре- и постгидротация, 2-3 литра. Трастузумаб и зачем-то для него супрастин, эссенциали, антонсиндрон. Ну, я хочу напомнить, что на фоне чрезмерной гидротации у нас вообще выводится препарат, уменьшается период полувведения, и мы ничего не получаем, мы не получим эффекта вообще. Вот это, сзади картинка называется взрыв мозга. Я вообще не поняла, что здесь написано. Что здесь поняла медсестра, я тоже не поняла. Часть этих процедурных листов из студебно-медицинской экспертизы. У нас в стране есть, у нас много всяких документов, но есть документ, который четко прописывает, что процедурный лист должен быть написан четко, ясно, чтобы его не понимать двояко, исключающий всякое двоякое толкование. Ну, и вот в этой же статье выводы, которые были сделаны, меры по снижению частоты ошибок при назначении химиопрепаратов. И один из них – это переход от рукописного текста в свободной форме к предварительно напечатанным процедурным листам. И мы своим дружным коллективом ведущих химиотерапевтов нашего института попытались сделать те шаблоны, протоколы листов назначения, о которых Алексей Михайлович говорил. Мы постарались сделать так, чтобы они были удобны, учесть все правила введения, последовательность введения, примедикацию. В данном случае мы много подготовили на самом деле в соответствии с КСГ. Сейчас мы выносим на ваш суд и на обсуждение те листы назначений, которые необходимы для лечения рака легкого. Там и цитостатики, и иммунотерапия. Мы будем рады обратной связи. И я думаю, что если они окажутся удобными, то мы к белым ночам, видимо, подготовим и все остальное. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.